Жан-Франсуа Брук Жан-Франсуа Брук Известный шеф-повар-экспериментатор Успевший поработать во многих мишленовских ресторанах по всему миру На сегодняшний день Жан-Франсуа работает шеф-поваром в одном из престижных отелей Zazen На острове Самуи в Таиланде Очень рад, что ты согласился принять участие в нашем интервью И сегодня я хочу задать тебе несколько вопросов о кулинарии и путешествиях, если ты позволишь Мы ведем кулинарный проект, и он называется «Кулинарное рандеву» Проект о путешествиях и кулинарии И я знаю, что ты на протяжении последних многих лет много путешествуешь И работаешь со звездными шеф-поварами Как тебе удается совмещать кулинарию и путешествие? Твою работу и путешествие Как ты можешь взбить кулинарию и путешествие? Твоя работа и путешествие? Вообще, я думаю, что это происходит вместе Потому что когда ты готовишь, это про путешествие, прохождение, прохождение Новый вкус, новый продукт Я думаю, что это происходит вместе Если ты хочешь иметь хорошую еду Или влияние на разные части мира Ты должен идти туда и учиться туда И потом ты можешь готовить кулинарию Так что я думаю, что это происходит вместе Вообще, я думаю, что кулинария и путешествие идёт рука об руку Если ты хочешь узнать какой-то опыт, попробовать что-то новое Ты едешь путешествовать и берёшь что-то себе на заметку Например, очень часто я использую в японском, в Бали, индонезийские ингредиенты Я был там и знаю, как использовать И это очень интересно Например, я очень часто использую японскую, индонезийскую кухню Я был там и пробовал всё это И очень интересно экспериментировать И с работой, как шеф, шеф-де-кузинь И для такой профессии, как шеф-повар, везде найдётся работа Потому что в любой части мира люди хотят покушать Покушать такую же еду, как дома Это перфектно Я могу путешествовать, найти новые продукты и работать И получить деньги от этого Так что это платит Для меня это просто совершенная работа Ты можешь путешествовать и получать деньги для этого Это перфектно Джефф, а можешь ты поделиться, как ты пришёл к тому, что ты занимаешься кулинарией С чего всё начиналось? Как давно это начиналось? Это произошло в очень молодом этапе Я помню, когда я был ребенком Я был родственником Моя бабушка не работала И она была готова Но она была готова Ведетабельно Даже с чекеном Они были из ее дерева Она выживала чекен, дак, пиже Она была большая дерева Ведетабельно Так что, с чем я молодой Я видел мою бабу Кокушать хорошие продукты После школы Я всегда ехали Панкейки Или вафель Ты знаешь, что ты едешь на 4 часа Так что, с чем я молодой Я ехал много Всегда много Так что она привезла Мне это И тогда Когда я становился 13 лет Я видел на ТВ Репорт про Jean-Geордж Ван Горихтен Он очень известный шеф в Нью-Йорке И я видел его Он был приятел Он был приятел Приятел Он был успешен Он был известен Он был известен Для его работы Я думал Это мой лучший Я хочу быть чекен И мой папа Мой папа Он услышал Он сказал Он сказал Следующий день Он предоставил мой выбор Для школы В Бельгии И от этого дня Я пошел Для отель И я был чекен Я начал с 14 лет Все началось с самого детства Меня воспитывала моя бабушка И она постоянно что-то готовила У нее был огород Где было много овощей свежих И она постоянно что-то готовила для меня То есть я постоянно кушал И как-то я увидела по телевизору Передачу Это была кулинарная передача С шеф-поваром Знаменитым из Америки Из Нью-Йорка И я посмотрел на это И решил Это просто великолепная работа Я-то хочу Этим заниматься Супер-жоп Супер-жоп, да Этим заниматься Нормальный работа Всегда все равно Не рутин Он рассказывал Всегда все равно У меня есть большая партия Это хорошо Это очень хорошо И он имеет хорошую феррари И еще у этого повара Была прекрасная феррари Я думаю, это хороший работа Я подумал, что это прекрасная работа И в 14 лет я поступила в кулинарную школу в Бельгии Очень интересно все, что ты сейчас рассказываешь О том, как началась твоя карьера И как случилась твоя любовь к кулинарии И в связи с этим я хочу спросить тебя Я знаю, что ты работал Достаточно долгое время в Москве А как для тебя этот период работы в Москве? Что он для тебя? Что происходило в этот период? И как тебе вообще Россия и работа в Москве? Москва Это была уникальная эксперт В начале Это был очень культурный шок Это было очень разно Я не ожидал этого Я бы сказал, что три первых месяца Это был очень впечатлен Культурный шок Вы знаете, с языком Вы знаете, с моим командой В кухне Они не говорили в английском Но потом Потом После этого Эта барьера Берегла 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 Я не знаю, что не будет в Москве Так много Когда я уехал в Москве Я была удивлена Я хотел остановиться Это было Благородство Я не знаю, что они закрыли ресторан Когда я работал Если бы я осталась там Я уверен, что я тут И я еще Я люблю в Москве В самом начале было очень тяжело, первые месяцы, было очень тяжело привыкнуть к русскому менталитету, но потом я познакомился со своей будущей женой, и теперь я был больше не один, и она мне объяснила всё о русских, и тогда я начал их понимать, и мне стало намного проще, мне очень нравилось работать в России, и я бы остался там работать, но, к сожалению, ресторан, в котором я работал, закрылся. Если бы не этот, то я бы до сих пор, наверное, работал там. После Москвы я поехал на несколько месяцев в Екатеринбург, и тоже работал там. Так что мне очень понравилось в России, это был очень хороший опыт для меня. Мы практически не им лети, потому что я родился в городе Челябинск, это 200 километров от города Екатеринбурга, и в городе Екатеринбурге у меня очень много друзей, и я знаю очень много хороших ресторанов в Екатеринбурге. Я работал в ресторане Штерн, Штерн ресторан, это был Мерседес, мистер Козлов. Я работал в ресторане Штерн. Мерседес. Он знает. Очень хорошая, очень хорошая испытания. Очень хороший опыт. Джефф, скажи, пожалуйста, удается ли тебе готовить дома, и если удается, то чем, какими блюдами ты балуешься в виски? Это очень интересная вопрос. Многие люди спрашивают это, и они часто шокируют от моей ответственности, но я не готовлю дома. Обычно я не готовлю дома. Я ожидал. Для многих причин. Когда я готовлю, я люблю 100%. Я очень структуру, очень требовательную внимание. И в доме я не имею устройства, я не имею материал. Если я не могу, то я не могу. Я учусь моей жене, как приготовить, и она приготовила для меня. Когда мне задают этот вопрос, я отвечаю на него, многие люди шокированы. Я не готовлю дома. Все дело в том, что я люблю, чтобы все было совершенное, и для того, чтобы приготовить какое-то блюдо, мне нужно все оборудование. Этого дома нет, поэтому я просто научил свою жену готовить, и она делает это для меня дома. Все хорошо. Но если я приготовлю дома, то это будет просто. Просто мясо, паста, что-то такое. Но если такое случается, что я готовлю дома, я готовлю очень простую еду, такую как паста или барбекю, я очень люблю готовить барбекю. У нас есть экспрессию, в Белгии, мы говорим, что человек, который закрепляет шоу, который закрепляет шоу, он всегда с лучшими шоу, он всегда носит очень плохие шоу. Он говорит, что у нас в Бельгии есть выражение сапожник без сапог, и то же самое можно отнести и к повару. У нас есть самая экспрессия в русском языке. Окей, в русских тоже есть такой тим. Да. Скажи, пожалуйста, вот лично для меня, я с 15 лет готовлю, тоже увлекаюсь кулинарией, и для меня кулинария это творческий процесс. Думаю, что этот творческий процесс, он и для тебя творческий процесс. Как, в чем ты терпаешь вдохновение, что для тебя является вдохновением для творческого процесса Клейбл? Ну, что это позволяет мне создать место, продукт, конечно, мудрость, мой личный мудрость, но, в основном, это приходит от продукта, я бы сказал. Это продукт, который рассказывает мне, что делать, в какой направлении. Например, мы в Таиланд, мы должны использовать какие-то зерны, какие-то зерны, какие-то зерны, какие-то зерны, какие-то зерны. Так что я думаю, что локация тоже влияет на вашу кулинария, я думаю. Например, в Европе, мы кулируем сезонно, мы имеем сезонно продукты, вы понимаете? Вы не можете кулировать, я бы сказал, медитерранеанное, каждый год, если вы живете в Свеции, например. Это не имеет смысла. В этом месте, вы понимаете? Вы понимаете, как, например, мы в Таиланд, сейчас появляемся сезон, когда фрукты, мы используем фрукты. Это дает вам влияние, впечатление, что делать с этим. Я думаю, что локация является важным, продукт является важным. И, конечно, в конце концов, это ваша сезон, ваша история. Я думаю, что история тоже является частью креативного процесса. Потому что вы пробовали что-то раньше, вы хотите попробовать опять, вы сделаете это разное. Поэтому я думаю, что это много маленьких вещей, которые мы должны быть вместе, чтобы создать что-то. Очень много вещей. Место, настроение, продукты. В зависимости от того, где ты находишься, разные продукты могут вдохновлять тебя. И, например, в Европе мы готовим по сезонам. То есть в один сезон мы готовим одну пищу, в другой сезон другую. И, например, здесь, в Таиланде, скоро сезон джекфрутов. То есть мы можем брать этот продукт и добавлять что-то. И вот так рождается творчество. И это и вдохновляет меня. Очень много вещей. Также меня вдохновляет мое прошлое, которое тоже влияет на мое творчество. У меня вопрос. Пробовали дурьян? И какое отношение к дурьян? Какие ощущения? Ты пробовал дурьян? Да, конечно. Как ты чувствуешь? Как ты любишь? Таиланде не любят. Они не слушают. Дискутно. Я не люблю. Это опыт. Ты должен попробовать. Но для меня это не любит. Это не в моем вкусе. Это, конечно, опыт. И ты должен это попробовать. Но я надеюсь, меня не слушают тайцы. Мне это просто отвратительно. Ты любишь дурьян? Да. Ты любишь? После 10 раз? 3 раз. Он пробовал 10 раз? Он пробовал 10 раз, и теперь он любит. А, да? И теперь я очень любит. 1, 2, 3. Правда? Но это деликатес. В Азии, Индонезии, Таиланде. Это очень деликатес. Деликатес. И я думаю, да, вы правы, я должен попробовать еще раз дать Дориану шанс. Джефф, скажи, пожалуйста, вот наш кулинарный проект, видеопроект, он призван познакомить наших зрителей с культурой, традициями разных поваров, разных культур. И мы будем признательны, если ты пригласишь нас как-то понаблюдать за твоим творческим процессом. Это может быть совершенно небольшой какой-то опыт, а может быть какое-то совсем простое блюдо, может быть. И если да, то мы будем очень рады и признательны тебе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты открыто делишься своим творчеством, своим настроением и своей любовью к кулинарии и пожелать тебе творческих успехов. В твоем творчестве, в твоей жизни. И мы, безусловно, будем рады еще встречать с тобой. Девчонки, да. Я также буду рады, чтобы вас поздравить. Может, мы можем сделать это в Зазене, мы можем сделать видео, если нет проблем. Мы можем сделать кухню, 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 кухню. Нет проблем, это просто. Да, конечно. Благодарю тебя еще раз. Мое праздничное. Спасибо. Спасибо большое за интересный интервью. Спасибо за такой интересный интервью. Мое праздничное. В любом случае. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.